Белые халаты сменили на алые сарафаны о привычной родеятельности, на песни и танцы. Несколько лет назад акушеры-гинекологи Приморского края возродили древнерусский праздник повивального искусства – бабьи и каши. И уже который год подряд отмечают его согласно всем руссконародным традициям. Вы видите, что 13-й год мы вместе с вами. И этот праздник, как и предыдущие все, посвящены нашим учителям – повивального дела. Повивальными бабками раньше называли докторов, которые принимали роды. Профессия появилась в Москве в конце 18-го века. Кстати, изначально каждая повитуха принимала присягу на Библии, обещая ходить к роженицам в любое время дня и ночи, не участвовать в подмене детей, вызове выкидыша и других спекуляциях, а также не оскорблять молодую маму. Я кушерка, повитуха, врач-акушер-гинеколог. Немножко разные качества образования, но все в целом одно и то же. В Древней Руси бабьи и каши отмечали на следующий день после Рождества. Утром проходили службы в церквях, а вечером женщины шли в гости к той, кто принимал у них роды и приносили ей всевозможные подарки. Повитуха, в свою очередь, ставила на стол горшочек каши – символ плодородия. Я когда первый раз увидела роды, я поняла, что это мое, мое, и я без этого не смогу, потому что это чудеса какие-то, это действительно что-то необыкновенное. Это вот не было, и вдруг появился человек, он кричит, и вот было нас трое, женщина, врач-акушерка, и вдруг еще один человек появился. На современный праздник кашу приготовили все медицинские работники, причем не одну на всех, а 13 разных видов. А гости дегустировали и голосовали за наиболее вкусное, по их мнению, блюдо. Кстати, в древности ценилась именно гречневая каша, считалось, что она дарует здоровье. Сегодня же традицию немного модернизировали, и на суд гостей представили геркулесовую, тыквенную, чечевичную и даже кашу с морепродуктами. Раньше считали, что между побивальными бабками и детьми, которых она приняла, устанавливается тесная духовно-родственная связь. Повитуха становилась частью семьи, ее приглашали на крестины, проводы в армию, свадьбы. Она даже готовила невесту к первой брачной ночи. Наверное, профессия, которая требует огромного уважения. А знаете, как страшно рожать? На современные бабьи и каши пригласили акушеров-гинекологов, их пациентов и коллег. В течение праздника гостей развлекали русскими народными песнями, частушками, танцами и играми. Несмотря на веселое времяпрепровождение, у современного дня повивального искусства высокие цели. Акушеры-гинекологи стремятся не только возродить национальные традиции, но и повысить престиж материнства и отцовства и, как следствие, рождаемость в Приморском крае. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.